Зависимость от вредных привычек является страшным заболеванием, которое необходимо устранить благодаря экстренному вмешательству специалистов. Человек-зависимый, увы, зачастую не осознает даже сам факт наличия проблемы, полагая, что он контролирует ситуацию. Реабилитационные центры могут месяцами пытаться вылечить человека, иногда безрезультатно, но мало кто знает, что чаще всего нужно в первую очередь обращаться к душе человека. Как показывает практика, вот сколько я вижу людей, сколько ко мне обращаются и приходят, там есть три пункта, как получается эта зависимость, с чего она идёт, каковы причины. Основное всегда для меня это каковы причины возникновения зависимости, потому что исходя из этих причин я потом пытаюсь это решить. Потому что если, допустим, причина в непосредственной генетике, это вот допустим мама, бабушка, папа, дед, и вот это вот идёт строго по генам, это один момент, но это бывает реже, на самом деле, это бывает реже. В основном, с чем я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с таким, что люди в процессе своей жизни сталкиваются с какими-то негативными ситуациями в своей жизни, с очень стрессовыми, это уход близких, развод, там, я не знаю, потери работы, там, потери любимых, в конце концов, да хоть что, и болезнь, может быть, какая-то. То есть какие-то такие негативные ситуации, которые потом идут, как некоторый такой толчок в то, что люди уходят в зависимость. И причём зависимость может быть разная, она может быть хоть алкогольная, хоть наркотическая, хоть игровая, хоть даже сигареты бывают, курят по две пачки в день, это тоже зависимость, это тоже зависимость, это тоже уход. И им комфортно в этом, то есть они уходят, это некоторое такое расслабление, но, по сути, они уходят от той проблемы, которая у них была, а не просто её как бы закрывают. Мне надо найти вот эту причину, практически сразу её, кстати говоря, очень хорошо видно. И вот когда ты убираешь эту причину, допустим, там, какой-то может быть, ну, например, тяжёлый развод, например, да, там, расставание, вот когда убираешь вот эту, стираешь информацию, потом вообще легко, то есть ты просто уже убираешь эту зависимость, и нет возврата, и нет уже возврата к зависимости. Потому что если очень часто, когда с этим работают, убирают только вот эту вершину айсберга, то есть саму зависимость, мы совершенно не просматривают человека внутри, потому что они не понимают, они не видят этого. И очень многие люди мне про это рассказывают, что да, вот там пытались, пытались, но они не смотрят и не видят в корень, что у человека-то проблема осталась, что человек там переживает по тому-то, тому-то поводу, да, если он тебе даже и не рассказал об этом там при встрече, но это не значит, что у него этого нет. Бывают случаи, когда, конечно, некоторая привычка, тут немножко проще, тут нет завязки к душе, тут просто вредная привычка, которую просто убираешь, то есть чтобы вот в голове не было некоторой этой привязанности, и всё, и там тоже человек, в принципе, он уже нормально себя чувствует, ему не надо. Далеко не все считают себя, что они в зависимости, они просто вот живут, считают, что у них жизнь прекрасна и всё хорошо. Ну, если вы так считаете, то пожалуйста, но с другой стороны есть много людей, которые хотели бы, да, там, чего-то достичь в жизни, работать, там, не знаю, там, создать семью, там, как-то в жизни как-то состояться, да, но, к сожалению, в своём, что вот те, которые ведут вот такое, скажем, социальное образование, они затягивают. То есть и вот это вот общество, оно, ну, ничего хорошего они для себя не несут, но вот и при этом обычно уничтожают тех, кто нормальный, хороший, затягивают в это. Очень часто, когда зависимости уже переходят в некоторую такую стадию, это когда долго, много лет вот это всё в человеке сидит, очень часто, я, к сожалению, это тоже наблюдаю, то есть ситуация происходит, подселение, потому что тёмная сила, она всегда ищет слабых, а те, кто с зависимости, они слабые, они энергетически очень слабые, в них подселяется, ну, не сразу, конечно, там, но через какое-то время, если вот так вот постоянно-постоянно, подселяется, и они начинают вести себя очень неадекватно, то есть они начинают и орать, и там, и бегать, и бросаться, и кидаться, и всё что угодно. Это как раз вот говорит о подселении. Их очень тяжело возвращать к нормальной жизни, потому что там таких надо отмаливать, отмаливать прежде всего, потому что только снятие зависимости, это только, это смешно, потому что там вот это вот то, что в них сидит, оно их заставит опять пить. Вообще получается, что в обществе не принято рассматривать человека с двух разных сторон, то есть всегда рассматривать, у нас вообще, не только в обществе, да, везде, человек рассматривается только со стороны тела. Тело — это обычно следствие души. Душа — это вообще, скажем так, некоторый такой сосуд, да, в котором отражается всё от начала и до сегодняшнего времени, там всё отражается. И когда ты вот видишь, да, вот это, вот это случилось, ну как не исправить? Ну тут исправишь, и всё, и у человека жизнь начинается заново. У него нет смысла уже возвращаться к этому, понимаете, у него появляется новый смысл жизни. Кто слишком усерден в малом, тот обычно не в ладу с великим. И тем не менее, к великому мы подходим очень малыми и обдуманными шагами. И без фанатизма. Каких бы вершин ни достигала цивилизация, человек всегда стремится к природе. В ней сила и совершенство — нескончаемый источник вдохновения. Благодаря природе рождается музыка, картины и стихи. И именно так происходит в жизни поэта, бизнесмена и общественного деятеля Владимира Гинтера. Идея сбора минеральных камней родилась где-то лет 20 назад. А потом, когда уже у меня коллекция скопилась, я решил показать жителям Копейска, какие красивые минералы у нас существуют в нашей уральской природе. И каждый раз, когда находишь, удивляешься их красоте. И мы именно показываем красоту минерала с двух сторон, какой он есть в природе и какой он есть в обработке. Видите, в срезе, когда его шлифуешь, полируешь. И самое интересное, что минералы всегда смотрятся, они в связке с растениями. Вот декоративный жасмин, под ним как бы вот горный хрусталь в кварце. Вот они, друзы. Это очень редко где можно найти. Этот сад камней украшает территорию компании Ангора. Предприятие, основанное Владимиром Гинтером. Здесь и лиственницы в виде пальм, и корни деревьев, которые благодаря фантазии превратились в арт-объекты. Композиция под названием «Венецианская мозаика» получила высочайшую оценку профессионального жюри на конкурсе ландшафтных дизайнов «Челси», который проходил в Челябинске этой весной. Работы Владимира Оттовича были представлены в номинации «Хобби». Не трать напрасно творческие силы, на жизнь пустую, мелочь, ерунду. Твори великое, тяни в хорошем жилы. И только так родишь свою мечту. Это событие, я считаю, что город ждал достаточно давно, потому что аналогичный конкурс в Екатеринбурге, он проводится уже 15 лет, и в Челябинске такого конкурса не было, к сожалению. Важно принимать себя теми, кто мы есть на самом деле, и учиться освобождаться от страхов и пустоты. Какой-то принцип, если я что-то не посажу, да, летом, весной, осенью, я считаю, что день как-то у меня прошел не так. Мне или кустарник, или цветы, или пересадить, или дерево какое-то подсадить, или кому-то помочь. То есть я понимаю, что это дает мне энергию, потому что только энергия, да, она движет человеком. Люди мудряются создавать очень красивые сады, и эти сады никто не видит. Поэтому очень хотелось именно запустить вот такую номинацию и показать, что и простые люди, они могут тоже сделать какие-то красивые, уникальные вещи. У меня уже были готовые работы, мне осталось только их сфотографировать и выставить, вот и все. Владимир Ротович, он находит резервы, возможности для того, чтобы реализовать эти свои идеи, причем это не обязательно какой-то дорогой вариант и дорогой способ, а это именно какое-то художественное сочетание элементов, подбор материала и оформление их в определенную структуру. Мир сегодня устроен так, что для совершенства чего-то, когда уже нечего убавить, нужно кое-что добавить. Идея организовать конкурс ландшафтных дизайнов в Потанинской школе возникла не сразу. Изначально стояла задача избавить школьный двор от аварийных деревьев, которые к тому же закрывали свет. И так как осталось 27 пеньков после деревьев, 27 классов в нашей школе, мы решили, что каждый класс возьмет пенек и, используя навыки ландшафтного дизайна, попробует его декорировать. Соединить природу с какими-то идеями, чтобы эти идеи были не хуже, а лучше даже природных вояний. Это тоже декоративный элемент такой, причем он настолько, с одной стороны, простой, а с другой стороны, настолько рациональный, потому что выкорчевка деревьев, она очень затратная, и она разрушает в какой-то степени почвенный покров, когда происходит выкорчевывание деревьев. Поэтому это достаточно такой экономичный вариант решения вопросов. Сбили дерево и украсить пень, и на несколько лет пространство будет играть в какой-то степени. Будучи человеком практичным и вместе с тем креативным, Владимир Оттович предложил превратить старые пни в эстетичные кашпо. К работе над ландшафтными дизайнами подключились и учителя, и родители. Нашлись, конечно, противники внеклассного труда, но они оказались в меньшинстве. Мы этим проектом решили главную задачу – привлекать детей к труду, привлекать их к эстетике, не просто быть потребителями того, что мы имеем. Мы даже не могли предположить, что настолько разнообразны решения, которые приняли родители. Где-то появилась избушка, где-то мельница, где-то привал, колодец, маяк. То есть столько всего было придумано нашими родителями, и, безусловно, нас это радовало. Не на прожектах и манерах. Ребенка учат на примерах. Суть воспитания не в словах, а в истинных родителей делах. Благоустройство школьного двора – вопрос не только эстетический, но и воспитательный, и философский. Владимир Оттович настаивал на том, что нужно привлекать каждый класс. Каждого ребенка, каждого родителя. Вот как у нас это получится? Я думаю, надо переводить в другое русло детей в том плане, что, а если он увидит и начнет созидать, он начнет рождать в себе такую внутреннюю энергию благоприятную, которая будет делать из него личность. И он начнет решать проблему жизни и перейдет в плоскость успешных проблем, которые сделают из него успешного человека, который будет все время успевать. Не ждите и не надейтесь, что без проблем станет лучше, легче, проще. Не станет. Проблемы были и будут жить вечно. Это они создали этот мир. Усвою их технологию решения, и они начнут созидать успешные и нужные проблемы, творящие из нас личностей. Мы сейчас очень часто слышим, что мне некогда, и понимаем, что некогда тому, кто ничего не делает. Тот человек, который организован, тот, кто спланировал, тот, кто умеет работать и руками, и головой, вот тот человек успешен. Это начало, уже что-то есть, да? Школа стала другая. Я даже не могу точно сказать, такой школы в Копейске нет. И у нас и дальше эти проекты будут продолжаться. Всем и звенья, ценные жизненной цепи. Кто бы где бы ни жил, крест свой сам неси. Звено, если исчезнет на творческом пути, В другой тропе воскреснет. Ты там его ищи. Пожалуй, главная эмоциональная составляющая этого проекта связана с детьми, учениками 24-й Потанинской школы. Они на своем опыте убедились, как это здорово делать мир вокруг красивым, и как важна для этого поддержка взрослых. В сюжете звучали фрагменты литературных произведений Владимира Гинтера, книга его афоризмов в скором времени выйдет в свет. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня для вас мы подготовили самую актуальную тему – это садовые заготовки. Мы собрали урожай, и, соответственно, с ним что-то надо делать. В это время в ход идут соковыжималки, блендеры, миксеры. Соответственно, чем больше овощей и фруктов, тем больше нагрузка идет на нашу бытовую технику. Из-за большой нагрузки, соответственно, техника выходит из строя. Если что-то у вас сломалось, помните, выбрасывать не надо. Как можно подчинить технику, сейчас я вам расскажу. Чаще всего в заготовках используется мясорубка для приготовления овощей и фруктов. Зачастую техника выходит из строя. Зачастую в мясорубке выходит из строя нож. Он ломается, тупится, соответственно, его надо менять. Если у вас что-то случилось с ножом, вы можете прийти к нам. У нас достаточно большой ассортимент от 250 рублей на разные модели разных производителей. Также бывают проблемы с решетками. Они тупятся, трескаются, раскалываются. Соответственно, решетки можно заменить у нас. Достаточно большой ассортимент. То есть проблем в этом нет никаких. Вообще специалисты рекомендуют сразу же менять два режущих блока. Это нож и решетку. Соответственно, у нас есть в наличии комплекты, которые вы можете также легко поменять. Некоторые комплекты стоят намного дешевле, нежели купить отдельно нож и решетку. Зачастую ломается втулка шнека. Она работает как предохранитель от перегрева двигателя вашей мясорубки. Она ломается, трескается. Заменить ее нет никаких проблем. У нас большой ассортимент. Вот это вот одна из самых ходовых. Стоимость ее всего 100 рублей. Зачастую от большой нагрузки из строя выходят шестеренки в мясорубке. Заменить их нет никаких проблем. Ассортимент у нас достаточно большой. Вы видите, что у нас очень много запчастей для мясорубок. Можно заменить практически любую из них. Есть и втулки, и ножи, решетки, шнеки. То есть в принципе проблем в этом нет. Также садоводам могут понадобиться дополнительные насадки. Такие как шинковка. Вы можете прийти к нам, выбрать для себя то, что вам нужно. Также в заготовках очень часто используются блендеры, миксеры, кухонные комбайны. Если вдруг что-то у вас вышло из строя, вы можете прийти к нам и заказать любую запчасть. После того, как заготовки готовы, нам нужно их сохранить. Для этого мы используем холодильник и морозильную камеру. Из-за большого количества банок, контейнеров у вас могут сломаться ящики в холодильнике, либо в морозильной камере. Для них у нас, соответственно, тоже есть запчасти, которые вы можете приобрести у нас. Кроме этого, у нас большой выбор полочек, ящиков, держателей, кронштейнов для холодильников. Если вдруг вы не найдете что-то под свою модель, вы можете заказать у нас. Теперь вы знаете, что если у вас вышел из строя нож в мясорубке, либо сетка, либо какие-то комплектующие в холодильнике, соковыжималках, блендерах, вы можете обращаться к нам. В этом случае теперь вы знаете, что если у вас что-то сломалось, вы можете починить самостоятельно. И ваши заготовки не пропадут. Вы сможете приготовить на зиму и компоты, и варенье, и лечо. В следующей программе мы подготовим для вас новую актуальную тему. И вы узнаете, как самостоятельно подчинить любую бытовую технику, не прибегая к услугам специалистов. Всего доброго, до новых встреч! Магазины О'Хара уже готовы утеплять каждого, поэтому пришло время рассказать о новой коллекции. Для девушек в этом сезоне актуальны нежные, легкие цвета с интересными акцентами. Понравятся модницам и эксклюзивные модели с необычными вставками. Мужчинам в этом сезоне повезло не меньше. Строгие деловые пальто, удобные парки, спортивные модели. О'Хара, комфорт, тепло и качество превыше всего. И, конечно же, детская коллекция. Универсальные, легкие, максимально теплые пуховики для детей и подростков порадуют ваше чадо в суровые морозы. Аляски, парки, пуховики, тепло и пальто. Размерный ряд поражает, а практичности и комфорт каждой модели пуховиков и курток – основные преимущества О'Хара. Здесь есть даже рассрочка от сервиса Ревотехнологии. Идем в О'Хара по адресам. Проспект Победы 163 напротив Теплотеха. Проспект Ленина 71 у Алого поля. ТРК Космос второй этаж. А также магазин Snow Image в ТРК Алмаз. Урал не Сахара. Одевайтесь в О'Хара. Зависть сама по себе имеет негативную окраску. Хотя в народе ее принято делить на белую и черную. Как возникает это чувство? Почему оно с одной стороны разрушает нас, с другой стимулирует к развитию? На эти и другие вопросы отвечает психолог и астролог Ирина Ордап. Что такое за энергия зависти? Поэтому понятно, что любая энергетика, она может идти во благо, а может идти во вред. В каждом человеке есть достоинства и недостатки. К примеру, если ты завидуешь и медитируешь на человека, то видишь в нем недостатки. Тогда эти недостатки переходят ко мне, если я завидую, к примеру. А если мы говорим как белая зависть, то есть мы смотрим и видим в этом человеке хорошие качества характера. Тогда мы как бы у него учимся. То есть это получается зависть во благо. То есть если я вижу в ней хорошие черты, то есть по-другому я не завидую, я стремлюсь быть такой же. Поэтому самое главное, что мы видим в человеке. И чему мы завидуем? И мы видим хорошие качества или плохие? Если у человека нет денег, у него сложности с деньгами, потому что он завистливый и жадный. Что нужно делать, если нет денег? Нужно пойти найти богатого человека и видеть в нем хорошие качества характера, как это так он умудрился заработать столько денег. Там, где энергия денег, там энергия, там где роскошь, богатство. И когда мы видим, что за этим, за этой роскошью есть энергия. Понимаете, роскошь, она же не берется просто так. За этим стоит кропотливый труд каждодневный. Ну вот, например, красивый сад. Для того, чтобы сделать красивый сад, сколько сорняков вырвать? Посадить надо, ухаживать, удобрять. Понимаете? Поэтому это вот как бы момент зависти, нужно просто понимать. Во благо вам это или нет? То есть вы стремитесь быть хорошим человеком, и для вас это как пример. Или вы разрушаете себя этим? И тут такой тест. Вы завидуете, то есть вы видите в человеке достоинства или видите недостатки? На что вы обращаете внимание? То есть куда энергия, туда внимание. Куда внимание, туда энергия. В этой вселенной есть энергия. Энергии, они разные, они разного качества. Если мы рассматриваем зависть как энергию Раху. Вот Раху это такая планета теневая, которая затмевает солнце и луну. Так вот зависть это как затмение. Вот человек, понимаете, всё, у него просто луна даже на психосоматике. Он не может ни о чём думать. Вот вы не положи. Всё, что мы делаем, всё, что мы думаем, как мы, что мы говорим, всегда есть причина, всегда есть следствие. Следствие будет. Когда человек изучает психологию, изучает какие-то моменты интересные, он знает законы работы психики, законы психологии и законы вселенной, как это работает. То есть у него такой крепкий эмоциональный иммунитет. Человек должен расти. Мы растём телесно, но мы должны ещё расти эмоционально. Это называется эмоциональная зрелость. Сейчас очень много всяких тренингов, всяких разных семинаров, а давайте пропишем желание, а Новый год пожелаем, а это пожелаем, желание, желание. То есть желания бывают тоже истинные, они бывают и ложные. И как раз вот желания, они развивают эту жадность. Жадность и зависть. Есть законы психологии, законы астрологии. Если человеку по судьбе положена квартира, она у него будет. Если у него не положена квартира по судьбе, у неё не будет. Вот есть такое понятие периоды астрологические. И для того, чтобы у человека включились определённые эмоции, для этого и события в жизни, он притягивает определённого человека. Кажется, что этот человек приходит просто так, а он приходит не просто так. То есть он приносит новые эмоции, новые ситуации, новые ощущения. Понимаете? Вот. И опять же, когда какой-то человек приходит и складывается определённая ситуация, мы должны отслеживать, они во благо или во вред. Я развиваюсь в этот момент или деградирую? Всё, что в нашей жизни происходит, это не хорошо и не плохо. Самое главное, ты выводы, уроки извлёк или нет. Если извлёк, то дальше-то эту ситуацию не повторится, а если не извлёк, у тебя эти ситуации будут постоянно повторяться. Проблема лишнего веса сегодня как никогда актуальна. Огромное количество информации заставляет нас делать выбор в пользу той или иной диеты, программы тренировок, различных теорий. Сложность заключается в том, что далеко не всё из предлагаемого действительно является правдой, которая поможет в нелёгкой борьбе с лишними килограммами. Набор лишнего веса – это многофакторный момент, да? То есть это не одна какая-то причина, соответственно. Есть общепринятые, которые очень распространены у людей, а есть те, которые связаны, например, с индивидуальной заболеваемостью. То есть у человека, у каждого есть уже как бы свой набор заболеваний. И они тоже могут влиять на повышение веса. Например, влияет щитовидная железа, сахарный диабет, нарушается углеводно-жировой обмен. Это тоже может тормозить в программах по снижению веса. Было очень долго такое убеждение, что после шести не нужно есть, потому что вот уже всё. Остальное, раз нет, движений меньше. Нет, уже последние исследования доказали, что человек, который голодным ложится, ведь с чувством голода не все умеют жить и бороться. Это настолько жизнесохраняющая, скажем, инстинктивная реакция, да, что раз нету в клетках энергии, есть голод, нужно съесть. Это очень сложно, борются люди. То есть сна нет, и всё, это проблемно. Поэтому это вот не нужно так делать. Нужно съесть такую пищу за определённое количество времени до сна, и никакого веса лишнего не будет. И ещё очень распространённая ошибка, когда пациентов, наверное, 90-го с лишним весом, люди, которые считают, что если они будут очень мало есть, то есть очень заниженный калораж, то неизбежно жир будет уходить. Нет. Почему? Потому что опять, вот с природой, я всегда говорю, очень трудно бороться. Мы такими рождаемся, это все механизмы на жизни сохранения. Вот этот необходимый минимум калорий, которые мы должны обязательно получить, это энергия для жизни и работы жизненно важных органов. С каждым человеком и у каждого человека есть особенности индивидуальные. Они выражаются, вот опять же, в накопленных заболеваниях, или это органы ЖКТ, или это эндокринная система. И плюс есть такой индивидуальный момент, как группы крови, например. И это не какой-то миф, это не какие-то выдумки, так оно и есть. И я убедилась в этом много раз, что кому-то идет полезный продукт, ну, приносит пользу, и он в обмен встраивается и работает, а другому человеку он не будет являться полезным. От еды люди не умирают. Но она делает совершенно разные вещи, да, вот попадая в организм. Например, людям с третьей группой крови гречневая каша не подходит. Генетически природа им не дала ферменты на хорошую, качественную переваривание ее, да. Но тем не менее люди ее кушают. И все, что у нас не переваривается, не усваивается, клетками не используется. Мы кушаем только для того, чтобы переработанная пища попадала в клетки каждого органа. Считается, что человек покушал, когда то, что он съел, дошло до тех структур, которые в этом нуждаются. Так вот у многих людей вот эта цепочка по каким-то причинам прерывается. И человек кушает, а до клеток не доходит. В лучшем случае кишечник это выведет, если он правильно и хорошо работает. В худшем случае это начинает где-то откладываться, как токсин. Один из механизмов набора жира – это упаковка токсинов от неправильного пищеварения в жировые массы. Потому что эти токсины, они, как правило, жирорастворимые вещества. И они не могут нигде храниться. В сосудах они образуют определенные склеротические изменения. И поэтому в последнее время просто атеросклероз и сосудистые заболевания, они просто как вал какой-то, идут по всему миру. Но мы должны четко понимать, основным фактором, дающим здоровье, да, дающим здоровье органам – это питание, которое нужно человеку. Чтобы пища пришла, которая нуждается, переварилась и усвоилась клетками. Вот это и есть индивидуальный подход. И в этом нуждаются все люди. И поскольку у нас сейчас очень много продаваемой пищи, готовой уже к употреблению, люди, конечно же, в современном ритме пользуются этим. Они соблазняются на это. Ведь это уже готово, это вроде бы как удобно. Но какой результат будет, вот какой путь этой пищи будет до клеток – вопрос уже вот такой. Субтитры сделал DimaTorzok